Вопросы фарисеев о времени наступления Царства Божия Сопровождали Иисуса в Его путешествии и фарисеи, следившие за всеми Его действиями. Слыша постоянно рассказы Иисуса о Царстве Божием и Царстве Небесном, и не понимая, в чем состоит различие между тем и другим, фарисеи, вероятно, во время остановки Иисуса для отдыха, завели с Ним разговор о Царстве Божием и спросили, когда же оно придет. Спрашивая Иисуса о Царстве Божием, фарисеи подразумевали под Ним Царство Мессии, которое понимали совершенно превратно, как Царство могучего Царя Завоевателя, свергающего иго римлян и покоряющего евреям весь мир. Это заблуждение фарисеев разделял и народ еврейский. Не чужды им были и сами апостолы. Вот почему в вопросе, предложенном Иисусу фарисеями, было немало свойственного им лукавства и коварства. «Если народ считает Иисуса за Мессию, — думали фарисеи, — то пусть же он не томит его напрасными ожиданиями, пусть скажет, когда придет Царство Мессии, и какой будет признак начала его». Фарисеи прекрасно знали из прежних бесед Иисуса, что проповедуемое им Царство не то, какого ожидают евреи, и потому им хотелось, чтобы Он всенародно, вновь и притом точнее и определеннее, разъяснил, что Он не тот Мессия, какого ждет свободолюбивый народ, изнемогающий под игом язычников. Речи Иисуса о Царстве Божием и о Царстве Небесном Иисус понял это коварство, но не стал подделываться под настроение окружающей Его толпы. Он говорил уже не раз, что Царство Его, то есть Царство истинного Мессии, не от сего мира, от Иоанна 8, 23, то есть не такое, каковы Царства Мира Сего, хотя и оно есть Царство Земное. Царства Мира Сего возникают и падают, так что все это видят, все замечают. Завоевывается какое-либо Царство Мира Сего, воцаряется в нем чужеземец-победитель и силой приводит к повиновению себе всех побежденных. Люди покоряются Ему, исполняют все Его требования, все чуждые им законы, оказывают Ему наружное почтение, но в душе нередко ненавидят угнетателя. Словом, в Царстве Мира Сего можно быть точным исполнителем всех законов и повелений Царя и вместе с тем не любить Его. Можно быть таким гражданином, о которых Иисус как-то сказал, «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня». От Матфея 15, 8. Да, таким гражданином, сердце которого далеко отстоит от Царя, но который вместе с тем оказывает Ему видимые знаки повиновения и почтения. Таким гражданином можно быть только в Царстве Мира Сего, но не в Царстве Божием. В Царстве Божием, как и в Царствах Мира Сего, надо исполнять царский закон, «А так как главнейший закон Божий «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя» от Матфея 22, 37-39, то нельзя быть членом Царства Божия, не любя своего Царя, Бога. Следовательно, для того, чтобы вступить в Царство Божие, надо прежде всего полюбить Бога всем сердцем, полюбить и ближних, как самого себя. С этого надо начать. А так как такое воцарение Бога происходит в душе человека, то Иисус и сказал фарисеям в ответ на их лукавый вопрос, «Царствие Божие внутрь вас есть» от Луки 17, 21. Оно не приходит так приметно, как возникают Царства Мира Сего. Про Царство Мира говорят, что в такой-то стране царствует такой-то царь, а в такой-то другой. Но про Царство Божие этого сказать нельзя. Нельзя сказать, что «вот оно здесь, в этой стране» или «вот там» от Луки 17, 21. Так как Царство Божие не ограничивается никакими пределами страны или стран. Оно везде, где любят Бога и ближних. И прежде всего оно в душе человека, внутри его. Если люди любят Бога и ближних, то куда бы они ни переселялись, в какой бы стране ни жили, везде они члены единого Царства Божия, везде они исполнители воли Божией, везде Божии работники. Окончив беседу о Царстве Божием, Иисус сказал, что «должно всегда молиться и никогда не унывать» от Луки 18, 1.